Ну, короче, с парковкой вообще шляпа. Виталичка настоящий герой. Второй день меня терпит. Да, конечно. Чего это терпеть? Да здесь бизнес-центр, потому что все работяги приехали. Приехал за мной, в банк повез. Виталик, я пыталась выйти в прямой эфир. Полная засада. Что, интернет не работает? Нет, работает интернет. Не могу, у меня не ставится заставка и не ставится, вообще не дает выйти в прямой эфир. Ну, конечно, через обычное приложение. Ютуб, обычное приложение мобильное, в России не работает. Не дает выйти в прямой эфир. Вот. Через Алис этот выходил. Нет, у меня этого Алиса. Надо скачать. Он у меня есть, я не... Короче, не у меня... Нет, ну что, там легко. Там один раз выставил настройки, и все, а потом он автоматически. Вообще, пыталась, видите, своим пишу. Никогда. Они говорят, спроси у Артема или у Виталика. Парни знают, как. Как я-то говорю, спрошу, когда увижу. Скачаешь приложение, выйдешь в прямой эфир. Элементарно. 20. Кто там тебе звонит? Никто не звонит, надо Артем позвонить, он вообще-то. Сейчас темку заберем, где-то там заберем, встретим. А вот, скоро, да, написано. Скоро? А, ну вот, видишь, скоро. Ты подписан на меня, да? Конечно. А ты что, думала, на тебя не подписан, что ли? Что говоришь? Думала, наверное, на тебя не подписан? Думала, да. Надо проверять все. Глазоньки за вами. Вот в этом вся Москва. Метро Кунцевская. Сейчас мы Темку встретим. Ты его видишь вообще? Нет. Я даже не знаю, в чем он одет. Он должен выйти из метро. Мои дома вот эти вот. Вот эти вот мои дома. Метро у меня вот. А ты где? А, все, давай. А, вот он, Темка идет. Хи-хи-хи-хи. Хи-хи-хи-хи. Вот он идет. Хи-хи-хи. Какой. Хи-хи-хи-хи-хи. Ах. Болеехать. Хи-хи-хи. Здорово. Подвинься чуть-чуть. Ну, а что, как мне подвинуться-то? Оп, двигайся вперед. О, подвинься чуть-чуть. Ой, бля. А я же забыл, что ты высокий. Как дела? Да у меня же ботинки. Ты это в ботинках? А-а-а. Ну, не потекло уже. А что-то вы решили поехать все-таки, да? А ну, да. Не знаю, что ты не записала. Не есть, но они просто... Это поклонная гора. Открыты. Шарик в этом году триколором светится. Новогодний. Артем рассказывал только что историю. Я поздно подключилась, что... Как я упал. Как он упал. Расскажи снова. В лагере я был в детстве. Подожди, подожди, подожди. Камера я переверну. В детстве в лагере был. Жуковский. Приехали на экскурсию. Там фонтаны, там такие переход с одного на другой. Ну, я, блядь, пошел с одного на другой. Паскальнулся. Упал весь мокрый. Скажи, посадить в автобус. Иди, куда хочешь. Ну, естественно, я подсох, и они меня посадили туда. Куда они ребенка выкинуты? Ой, смотри, Дед Мороз. Ой, смотри, Дед Мороз. Мы с вами вполне сойдем. Дед Мороз не будет. Да. Ты в голубой, а в красный. Нет, а я это... Олег, который тебе бежит, блядь. Ну, красиво, да, смотрите. Лошади. Все изо льда. Смешалось. Люди, кони, все смешалось. Ну, конечно, Москва прекрасная. Москва-сити, кстати, да? А вот Москва-сити, да. На самом деле мы едем и не квартиру. Твои слова, да богу, в уши. Рассекретиваю. А мы вчера разговаривали с Витальиком. Ехали, а там какой-то был этот аншлаг. Ну, типа. У меня все равно. От 13,5 миллионов квартиры. Я спрашиваю, сколько стоит квартиру? Он говорит, нет такой цифры в Москве. Они могут быть и 200 миллионов. А есть ли максимальная цена, какая максимальная цена квартиры? Я говорю, ну, такой цены, мне кажется, нет. И 200, и 300 миллионов. Мне кажется, и 200, и 300 миллионов. Ну, самая дорогая вот была продана, которая на Красной площади. Тотель, который рыцарь. Мариот? Форсис. А, да. А вот, и там за 5 миллиардов. За 5 миллиардов? Ну, никакая. А кому это надо такую машину, такую квартиру? Такими нам называть. Мне кажется, мы таких денег за всю жизнь просто не увидим. Он просто даже через нас займёт. Почему нельзя называть? Ну, он из... Блин. Из-за иноагентов? Конечно. Из Кремля. А! Из Кремля? Ему зачем? У него так всегда... Любая квартира его. Любая квартира его? Вся Россия его заселится куда хочет. Ой, как красиво. Вот сейчас я вот такую Москву могу полюбить. Хоть не дайс... В машине, да. В тепле. В машине в тепле. А это же центр, да? Ну, это Кутузовский, да. Ужег внутри садового бой. Внутри третьих транспортного кольца. Ой, Виталичка, такой хороший. Он мне вчера, представляешь, Артём говорит. Он чувствует, что я злая, говорит. Ну, хочешь, говорит, побей меня. Я говорю, ну, на, ударь меня. Да. А потом такой, говорит... А я ему ещё говорю, а ты бы ещё сказал, хочешь, укуси меня. Ну, видишь, у меня злая собака была. Надо было зарядить отстановку. Но отель прям вам жаденит, да? Это вообще, это было невероятно просто. Самое, что больше всего выбивало, это запах сырости. Просто, знаешь, к нам вот этого сырости. Было открыто окно. А там, может, какой-то эконом, или там всё-таки цемера? Слушай, ну, с чем того, что нас там встретил мужчина, который чуть ли не в трусах, в шлёпках, в этой... В тельняшке нет, он там хотел какое-то заявление писал два раза, у него деньги списали. Отдохали. Она там ему диктовала очень. Да, да. И очень хотел, чтобы у неё сразу деньги списали. Говорю, не надо на месте расплатить. Нет, хорошо, так что получил. И мы зашли, и там, понимаешь, там же какой-то стоит на улице, то ли, ну, не знаю, как это, электростанция, подстанция, видно самого района Измайлова, наверное. Ты кричишь? Я кричу? Очень. Короче, она стоит, эта станция. Как на стадионе. Прикинь, она просто... Вот такой вот звук там ещё. Виталий говорит, что вот на этом здании ночью большая буква Z горит. Они, получается, из окон включают свет, именно так, и, то есть, оставляют на ночь. В каких-то офисах, да, что он прям горит, прям именно Z получает. О, кайф. На всё здание. Дом правительства Российской Федерации. Вон там, это как называется? Этот дом, да, модный? Вот это вот. Сталинка. Сталинка, как? Ну, это парикадная. Сталинка на парикадной. Парикадная? Да. Какие-то окна, да, запотевшие? Высотка на Кудринской площади называется. Высотка на Кудринской площади. Вот эти вот дома, если из космоса смотреть, они там как-то построены, да? В виде там какой-то... Всё, теория, всё-всё, заговора. Да-да-да. Я НТВ пересмотрела. Или НТВ, или... Тут ёлочка, смотрите, стоит. Кругом ёлочки. Спаркопенко, вон. Спаркопенко? Кто такой Прокопенко? Ну, ведущий, который передачу смотрел. Теория, заговора. Виталечка у нас очень хороший. Не пьёт. Ну, это моя хорошая... Навряд ли от этим измеряется ещё объём. В нашем коллективе измеряется именно так. В нашем коллективе-то, да. Это уже огромный плюс, потому что мы такими плюсами не обладаем. Можно уже сделать так, чтобы обладали. Закодироваться? Да почему закодироваться? Просто не пить. Ты кодированный? Я не. Чё ты закодированный? Да я специально сказала, я знала, что нет. Причём, Валане, когда мы были с Костей и сына ходили, единственный, кто предлагал выпить, это я. И никто не согласился, никто меня не поддержал. Очень странно, да. Какой вот не пьющий? Чё ты говоришь? Чё с тобой-то был? Чё ты пила? Да чё-то не знаю как-то. Артём, а вчера я кружку пива выпила. И с таким удовольствием... Да нет, в Тануке мы заезжали есть. С Рождеством Христовым, с Новым Годом. Это чё, цирк? А вы знаете, что у нас в Тануке... Хозяин не берёт на работу полных людей. Полных людей? Да? Да. Почему? Он говорит о том, что типа полные люди это лентяи. И он их не берёт на работу. А, да? Да. С избыточным весом даже небольшим он не берёт на работу. А ты как знаешь, что у тебя откуда? Там было интервью где-то, его там уже очень много там это фигачили по этому поводу. Да? Ну мы его сами возьмём себе на работу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Подождите, а это Тануке или... Господи, которого сейчас в розыске-то? Хозяин. Да с половиной в розыске. Я не знаю, может он уже и в розыске. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Иноагент. вот тебе и не бери толстых реклама боржоми спонсор 1 января телевизор дайте по всей москве стоят по всем городам вернее только по москве отель звезды арбата на новом арбате ночью здесь хорошо просветиться книжки согласен данным с базой будет основательство ресторанов японской кухни танки ресторанова холдинга bulldozer groups александр орлов объявлен федеральный розыск по неуказанной уголовной статье по неуказанной даже уголовной ну толстенькие люди очень хорошие очень хорошие добрые люди наш худышечка как фигишечка я не могу сказать что прям худой мне кто-то называет что я прям худо-худо-худо-худо нет нет не худой нет не худо-худо-худо-худо-худо до половины седьмого работает а время сейчас сколько 3 сейчас курица 320 340 будем там я единственное значит думает я отъеду от вас зачем встретить с человечками к разве тоже в центре позвоните саму чтобы условиться да я примерно представлять где будет человек это время это сейчас маскам оставлю там не уеду а потом подъеду харьба там будет хорошо да давай можем тут выйти езжай зачем для вас кремль это знаменка да знаменка да выезд как раз владимир владимир что там все будет ворот куда владимир владимир заезжает там вот едем едем стоим вот она красная маховая воздвиженка торговая галерея ухты 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 князь владимир на библиотеку не лень и слева это тут слева говорю на так манеж из правой стороны я тут ходила тут маленько ориентируюсь через шестьсот метров держитесь крови я тут гуляла и неоднократно причем машина следственному комитету принадлежит скр это виталичка сказал следственный комитет россия завтра говорит тебя откуда тебя инфа такая нет о том что хотя в принципе я бы может тоже подумал я же знала что буквенное обозначение номерной аж сама будешь сотрудник полиции я же знала об этом у меня на машине номера одна буква другая если бы была бы другая одна буква то у меня машина была бы можно сказать что сошную номера посошную спереди большой театр тут мы слетали туда шлялись да 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 мы там и сидели как красиво и какие окна заляпанные грязная машина грязная да по такой погоде за толку ее помоешь она сейчас пять минут такая да сейчас прямо улыбанка это не фасада это фсб это шуточка опять не вошла в эфир артик артем говорит теперь понятно почему него одной буквы не хватает а фсо это что такое федеральная служба охрана чего президенту у меня друг там короче служил что за друг где он сейчас одноклассник одноклассник твой и друг и одноклассник и друг и одноклассник все украшено москва конечно же восхитительная центральный детский магазин у нас такая же игрушка чуть поменьше в Аланье на площади стоит не чуть поменьше гораздо меньше очень гораздо меньше о красотичья то какая дверь открытая действительно это москва детка